Святитель Иоанн Златоуст говорит о силе любви и непамятозлобии. Святые были весьма любвеобильны и сострадательны. Представь, как размягчается от любви Павел даже огонь, ни во что вменявший, адамантовый, твердый, непоколебимый, всегда сильный, проникнутый страхом Божьим, непреклонный. Кто отлучит нас, говорит он, от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, римлянам 8 глава 35 стих. Но и он, который так дерзает против всего этого и на суше, и на море, который посмеивается, и адамант ему, вратам ада, которого решительно ничего не останавливало. Сей адамант, когда увидел следы некоторых, слезы некоторых возлюбленных им, до того был сокрушен и растроган, что не мог скрыть сильного душевного волнения. И тотчас сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Деяние, 21 глава, 13 стих. Что ты говоришь, скажи мне? Эту адамантовую душу могла сокрушить слеза. Так, отвечает он, против всего могу устоять, кроме любви. Она одолевает меня и порабощает. Так угодно Богу. Бездновод не сокрушила его, а немногие слезы сокрушили. Что плачете и сокрушаете сердце мое, говорит. Подлинно велика сила любви. Хочешь ли видеть его опять плачущим? Послушай, что говорит он в другом месте. Я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Деяние, 20 глава, 31 стих. От многой любви он боялся, чтобы не приключилось какого-либо вреда. И еще, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Вторая калифинам, 2 глава, 4 стих. Что же, Иосиф, скажи мне, этот твердый, устоявшийся против такого насилия, явивший столь непоборимый против такого пламени любви, так славно подвязавшийся и победивший такое неистовство госпожи своей, что тогда не соблазнило его? Соблазняло красивое лицо, важность сана, многоценности, великолепие одежд, благовонный ароматов, ибо и это может разнеживать душу. Слова из всех важнейшие, ибо вы знаете, что женщина любящая и при том так сильно ничего не отвергнет унизительного, восприняв образ рабыни. До того поражена была страстью сия жена, носившая златотканные одежды, имевшая почти царское достоинство. Что преподала коленом пленного раба, а может быть и с плачем умоляла его, обнимая колени. И делала это не однажды, не дважды, а много раз. Тогда можно было видеть и ее весьма блестящий взор. Конечно, и украшалась она не кое-как, а с величайшей изысканностью, потому что старалась разными сетями уловить Агнца Христова. Прибав к этому и многое волхование, однако же и сей непреклонный, крепкий, твердый как камень, когда увидел братьев, которые его продали, вергли в рот, предали, хотели убить, были виновниками его заключения в темницу и возвышения. Когда от них услышал слова, опечалившие отца, именно было ему сказано, хищный зверь съел его, Битие 37 глава, 20 стих, поколебался, размягчился, смутился и заплакал. И, будучи не в силах преодолеть душевное волнение, выходя к братьям, мужался, обтирая слезы. Что это? Ты плачешь, Иосиф, но предстоящие не слез достойны, а гнева и ярости, негодований, строгого наказания и отмщения. У тебя в руках враги, братоубийцы. Ты можешь вполне удовлетворить своему гневу, при том сия не будет несправедливого, ибо не ты начинал наносить обиды, а отомстишь обидевшим, не обращая внимания на сей сан. Это случилось не по их намерению, а по воле Бога, изливающего на тебя милость. Почему плачешь? Но он сказал бы, не дай Бог, чтобы я, приобретя у всех добрую славу, потерял все это через одно пометозлобие. Подлинно. Теперь время слез. Я не лютея зверя, но и те поступают согласно своей природе, не обращая внимания ни на какие приключающиеся страдания. Я плачу, говорит, потому что меня это совершенно растрогало. Будем и мы подражать ему и станем оплакивать обидевших нас, а не гневаться на них, чтобы они точно достойны слез, потому что соделывают себя повинными осуждению и наказанию от Господа. Я вижу, что вы теперь плачете, как радуетесь, удивляясь Павлу и уземляясь Иосифу и ублажая их. Но если кто имеет врага, тот пусть теперь приведет его на память, пусть представит его в уме, дабы сердце, пока еще оно согревается воспоминаниями о этих святых, могло отложить ярость гнева и смягчить свою суровость и жестокость. Знаю, что по выходе отсюда, после того, как перестану говорить, хотя и останусь в вас некоторый жар и рвение, но уже не столь сильный, как теперь во время слушания. Итак, если кто покрылся инием, то пусть отряхнет его, ибо по метазлобии действительно есть иний и лед. Но воззовем к солнцу правды, будем умолять Господа, да не спошлет лучи свои, и не будет более жестокого иния, а будет вода, утоляющая жажду. Если луч солнца, правды коснется нашей души, то ничего не останется в ней затверделого, ничего жестокого, ничего жгучего, ничего бесплодного. Все явится зрелым, все сладким, все исполненным всякой приятности. Если будем любить друг друга, то этот луч не зайдет на нас. Дайте мне, умоляю, говорит об этом с усердием, говорит, пусть я услышу, что вы от этих слов получили некоторую пользу, что кто-нибудь из вас, выйдя отсюда, тотчас простер обе руки своему врагу, обнял его, прижал, облобызал, заплакал. Если бы он был даже зверь, если бы камень, если бы что-нибудь другое, то и тогда он смягчился бы от такого дружелюбия. Ибо отчего он твой враг? Поносил ли тебя, но не причинил никакой обиды? Не из-за денег ли ты презираешь враждующего брата? Прости его, прошу. Прекратим все. Время теперь нам принадлежит. Принадлежит. Будем пользоваться им как должно. Разорвем греховные узы. Прежде нежели предстанем на суд, сами рассудим друг друга. Солнце сказано, да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4 глава 26 стих. Пусть никто не медлит. Замедление производит закоснение. Много будет стыда, если промедлишь сегодня. Еще больше, если отложишь до завтра. Несравненно больше, если до послезавтра не будем срамить самих себя, но отпустим. Да отпустится и нам. А если отпустится, то мы наследуем все блага небесные во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала, честь ныне приснанной во веки веков. Аминь. Беседа на первое послание к писалоникийцам. Субтитры сделал DimaTorzok